Добрый день, уважаемые зрители, в эфире Прима-Медиа-Лайф. И сегодня у нас в гостях председатель общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае Владимир Иосифович Смотряковский. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иосифович, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, в целом о работе вашего совета. Удается ли ему как-то повлиять на решение государственных вопросов относительно жилья и так далее? Чем вы вообще занимаетесь? Ну, прежде всего о совете, да, это как бы дело новое. Совет организован был буквально в конце позапрошлого уже года, 12-го, да, и в 13-м году состоялось его первое заседание, оно, по-моему, произошло 14-го января, то есть в самом начале года. Но если говорить вообще об общественных советах, эта ситуация вся возникла из того, что в мире появилась тенденция, она появилась где-то в начале 2000-х годов, если я не ошибаюсь, тенденция создания открытых правительств в мире. Таких правительств, которые принимали бы качественные решения и опирались в своих решениях на гражданское общество, тем самым повышая свой профессионализм, принятие, скажем, административных решений. И уже спустя 10 лет, это было в 2011 году, первое заседание такого open government, так называемого, открытого правительства, в которое вошли более 50 уже государств, оно состоялось в Бразилии, если я не ошибаюсь. Естественно, наша страна, она активно включилась в этот процесс и на уровне президента были созданы соответствующие или вышли соответствующие указы для создания таких вот направлений в отношении открытости деятельности правительства, направления в отношении повышения его качества принимаемых решений, общественного обсуждения тех законов, которые будут впоследствии действовать и влиять на развитие общества. И, естественно, появились вот идеи этих общественных советов. Надо сказать, что Приморский край один из первых, если не первый, откликнулись на, скажем, то, что создавать такие советы. Соответственно, были созданы структуры в администрации Приморского края, проведены организационные мероприятия и появились общественные. Их сегодня 17 общественных советов, на самом деле, в том числе и по обеспечению качественным жильем в Приморском крае. Тогда вошли в результате рейтингового голосования, я первый раз в таком участвовал, достаточно интересно, когда собирается очень много людей в одном зале, все смотрят на анкеты друг друга и тайным голосованием определяют, кто должен войти, а избрать должны всего 9 человек. Три человека еще, скажем, вносят свои кандидатуры и утверждает губернатор Приморского края. То есть это такое достаточно, знаете, как в институт поступает, достаточно такой серьезный отбор. Ну, надо сказать, конечно же, многие вице-знакомые, это интересные специалисты, это люди, достигшие многого в своей отрасли. Но таким образом в совет у нас вошли достаточно интересные люди, это и ученые, это и архитекторы, это и строители, это специалисты, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда. То есть это застройщики, представители и руководители СРО, то есть саморегулирующих организаций. Ну, то есть у нас такой состав получился очень интересным, достаточно сказать, что это несколько кандидатов наук. Это два член-корреспондента Академии Архитектуры и Строительных Наук, Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук. То есть, ну, этот совет достаточно получился, вот это рейтинговое голосование, оно выявило достаточно представительный, достаточно интересный орган, который, ну, я считаю, активно проработал. Ну, бог с ним, что я считаю, поскольку так случайно, видимо, получилось, что я набрал больше всего голосов, меня избрали и председателем этого совета. Вот, и мне было очень интересно работать с такими умными, интересными людьми, очень активными, с жизненной позицией, с знаниями. Потому что, начиная, у нас в совете и 35-летний есть, и 80-летний. Можете себе представить? Это здорово, когда вот такой вот идет, скажем, обмен разных поколений, это прекрасно совершенно, профессиональный обмен. Вот. Что касается самой работы, конечно, дело новое. Конечно, это говорить о каких-то, может быть, креугольных там победах, ну, мы все пробуем это все. Мы, я не склонен говорить, что, ах, как все замечательно. Хотя, в целом, оценка и департаментов, которыми мы работали, и, ну, насколько я знаю, и губернатор удовлетворен нашей работой, да и, в общем-то, и по оценкам тех людей, с которыми мы общались, профессиональной общественности, ну, как бы, так сказать, с уважением, с пониманием относятся к работе совета. Мы рассматривали очень много вопросов, было больше 10 заседаний, но дело не в количестве, конечно, заседаний, а, на самом деле, дело в том, что, насколько мы активно стали включаться в работу. Ну, конечно же, в центре сегодняшних всех вниманий, это был и законодательный инициатива губернатора по предоставлению бесплатных участков для определенных категорий граждан, это, естественно, федеральные законы по представлению и обеспечению участками, там, многодетных семей и так далее. Мы активно работали и работаем в этом направлении, зависимо даже сейчас, в каком состоянии мы находимся, сейчас идет некоторая, будет ротация, скажем, этого совета, это нормально. То есть, мы включились в работу, включились в работу с департаментом, департамент предоставлял законодательные какие-то или правовые акты, мы их рассматривали, иногда отправляли на доработку, возвращали. То есть, рассматривали инициативы граждан, рассматривая ситуацию, связанную с наводнениями, и вместе с Академией наук, членом которой я тоже являюсь, как директор института, еще дальнеист так называемого, а он принадлежит Российской Академии Архитектуры и Строительной Наук, мы рассматривали проблемы, вот случившие несчастье, да, вот такого большого, большого, так сказать, крупномасштабного наводнения, которое произошло. Мы рассматривались, конечно, с позиции того, насколько наша строительная отрасль может способствовать принятию грамотных решений для определения, прежде всего, направления деятельности, чтобы сократить срок по принятию правильных решений. И второе, естественно, я думаю, что наши решения направлены на то, чтобы повысить эффективность использования тех ресурсов, которые имеются, финансовых, прежде всего, ресурсов. Ну вот, продолжение этой темы, мы проводили научно-технические советы, и у нас был, может быть, это напрямую не связано с общественным советом, но члены общественного совета участвовали и в работе регионального отделения, и центрального президиума Академии Архитектуры и Строительных Наук, и регионального отделения, и мы рассматривали конкретные мероприятия по комплексному решению данной проблемы. Я не думаю, что сейчас эта тема общая, потому что она нуждается в отдельном рассмотрении, и мы с удовольствием поговорим. Но, тем не менее, мы считаем, что пытались включиться в такие наиболее актуальные темы. В частности, даже были созданы такие рабочие группы, это и по малоэтажному, малобюджетному, эконом-классу, жилищу, как к нему подходить, я думаю, мы еще поговорим на эту тему, это и вопросы очень важные по реконструкции жилищного фонда, и управление жилищным фондом, тоже вопросы очень важные, очень тонкие, и нормативные, и градостроительные ситуации. То есть, ваш совет рассматривает все вопросы, которые связаны с строительством? Связаны с градостроительством, архитектурой и строительством. Я бы сказал, вот такой комплекс вопросов архитектуры, градостроительства и непосредственно строительства, ну, к какой-то степени качества строительства, хотя вопрос-то, конечно, такой очень сложный и очень трудно ему найти четкое определение. Конечно же, от него эти вопросы встают. Это вопросы в части жилищного строительства, конечно. Вот так примерно. То есть любой житель Приморского края, если у него возникают какие-то проблемы с застройщиком, например, он может обратиться к вам, и вы как-то рассмотрите этот вопрос, что-то порекомендуете? Ну, любой, конечно, сразу скажу, чтобы это было понятно. Мы не стоим на окладах, мы не зарабатываем на этом денег. Вот каждый из очень занятых людей, членов совета, он тратит свое личное время, урезая там от производственных нужд, личных и так далее, и работает в совете. То есть здесь нет как бы ни окладов, ни зарплат, ни там отведенного времени. Это не отражается, ну, скажем, на поблажках в отношении основной профессии и деятельности. Поэтому, конечно, каждый, когда звучит, я сразу представляю себе, что каждый приходит, ну и как бы сделать не в этом дело. Конечно, очень важно и интересно общаться с людьми. Ну, есть уже и порядок, есть вы, есть как средство массовой информации, да, есть сайты, есть администрация Приморского края, которая аккумулирует нужды и требования сегодня и потребности людей. А администрация отчасти это все аккумулирует, потому что у меня нет штата. Я как председатель не имею штата, но у меня есть помощники, которые работают на добровольных началах. То есть платить откуда-то, никто не платит. Все понимают просто, все с удовольствием работают, но это не значит, что этим надо как-то злоупотреблять, если так можно выразиться. Хотя, конечно же, если эти темы приобретают логический, приобретают системный характер, то, конечно же, на них надо реагировать, реагировать вместе с властью, направлять на общественный совет, на курирующие департаменты и профессионально их рассматривать. А какие Вы можете выделить подобные темы в последнее время в Приморье? Например, за последний год, за прошедший. Ну, их на самом деле несколько. Конечно, сегодня самая большая, их несколько этих проблем. Они соответствуют как бы тем рабочим группам, которые мы создали. Первая проблема, это, конечно, качество градостроительной документации, которая сегодня у нас есть. Сегодня город управляется и формируется, любой город, любой населенный пункт, любой район, место и так далее, село, оно формируется и развивается на основании генерального плана. Эти генеральные планы, прямо скажем, не в обиду будет сказано разработчикам, но там можно находить массу причин, почему это так. Но они несовершенны. В этом есть свое положительное, свое отрицательное, но они несовершенны. И это иногда является препятствием для и развития населенного пункта региона, тормозом для развития производственных сил, производственных отношений, просто благоустроенной жизнью людей. Но с другой стороны, они создают какой-то порядок, когда есть закон, пусть даже плохой. Мы отдаем себе, лучше жить с плохим законом, чем беззаконно. Например, в Думе Владивостока, буквально, я не помню, в декабре, кажется, поднимался вопрос о землях Минобороны. В том числе, там же обсуждались и выделение участков для многодетных семей. И там решили, что нужно вносить изменения в генплан, потому что очень много проблем возникает у строителей. А какие проблемы у строителей возникают в соответствии с нынешним генпланом? Почему потребуются? Понимаете, отбросим пока строителей, у строителей всегда проблемы возникают. Я как архитектор говорю, я очень люблю и уважаю строителей, так же, как они уважают архитекторов. Я без иронии говорю, на самом деле, у нас очень прекрасные отношения. Но дело в мозгах людей. По большому счету, если отодвинуть от всех этих государственных, отсутствия нормативных актов достаточное количество, надо понимать, что город Владивосток, Артема или Уссурийск, или воздвиженка, это организм, это живой организм. И относиться к нему как к неживому организму нельзя. Так же, как и нельзя относиться к живому доблагопорядочному организму, как к заключенному. Понимаете, иногда генеральные планы выглядят как, извините за выражение, как какой-то приговор. Ну зачем нормальному человеку, который хочет развиваться, жить, ему приговор какой-то. На основе чего? И вот этот приговор в виде генерального плана делают ему. И в результате, ответственно, может быть, люди не все понимают, что такое сегодня генеральный план. Это территория, на которой обозначены места, где можно построить жилые дома, где можно построить общественные здания, где можно промышленность поставить, где должны быть рекреационные зоны. Но это замечательно совершенно, хотя и это подвергаться может критике. То есть мы как бы сразу запрограмируем развитие города или населенного пункта, не всегда оно правильное. Сегодня, например, доктрина общежилищного строительства поворачивается в сторону малоэтажного. Об этом говорит и правительство, и президент. Ну все говорят об этом, что ну хватит уже. Ну давайте понимать, что жилье должно быть другим, другого по уровню, по качеству, с точки зрения концепции подхода. То есть доктрина на уровне правительства меняется. А генеральные планы остались под еще, ну заточены вернее, хотя все созданы недавно, сделаны относительно. Они заточены еще под 80-е годы прошлого столбика. Ну понимаете, в результате возникает ситуация, давайте строить малоэтажное жилье. Давайте, все говорят. Ну правительство говорит, президент говорит. Начинаем искать территории. А нету территории, оказывается. Что территории нет? Да посмотрите, у нас куда ни кинется, везде мы пусты. А строить негде. Почему? Потому что если, скажем, мэр города, управляющий городом, будет говорить, давайте вот здесь построим. А это не будет соответствовать зону, он пойдет завтра в прокуратуру, его накажут жестоко. Ничего не будет сделано. То есть оказывается просто непродуманный или, скажем, сделанный генеральный план не под концепцию, не под развитие, он тормозит развитие города. Значит, это уже, значит, не документ, который позволяет, ну как бы так сказать, развитие, да? Это документ, который как приговор звучит. Понимаете, в чем я что хочу сказать? И как выходить из этого? Вот я не знаю, я вот иногда езжу, общаюсь, конечно, и с руководителями городов, и вот, например, в Арсении недавно вот тоже вот так был, столкнулись с ситуацией. Да это везде практически. Смотришь, ну город небольшой, вокруг поля там, ну пусты, как я говорю, мы понимаем, что это такое, да? Это, оказывается, когда для развития там, скажем, крупнейшего предприятия, одно из крупнейших предприятий, да, Арсеньева, оказывается, нужно строить 18-ти там или там, какие-то этажные дома. Зачем, спрашивается? Ну не лучше ли людям жить в нормальных, благоустроенных? Он же изначально будет дороже. Там будут лифты, там будет, его эксплуатация будет дороже, его труднее содержать и все прочее. Почему? Все же понимают, что это хуже. Нет? Нужно строить. Почему? Потому что вот этот участок есть, он отведен под этот дом, ну под возможность строить такого дома. А только мы начинаем искать территорию для многоэтажной застройки, мы сразу упираемся в кучу проблем, именно геймплана, именно градостроительного развития. Это, конечно же, мониторинг генерального плана, это одна из, вот вы говорите, проблем. Это очень много говорить, но это и хорошо, на самом деле, есть и хорошее. Вот это вот я сначала думал, ну как же все плохо. Генеральный план совершенно не соответствует, особенно вот возьмем Владивосток, да, вот уже за последние 5-6 лет, по-моему, четвертый раз мы планируем менять генеральный план. Где такое виделось? Раньше, в какие-то еще далекие времена, где-то там, предположим, 20 лет назад, генеральный план планировался на 15-20 лет развития. То есть принимался госстроем и на 20 лет мы по нему развивались. А сейчас-то, оказывается, каждые 3-4 года генеральный план не соответствует. Значит, мы динамично развиваемся, значит, мы вырастаем из этих штанишек, мы не успеваем за вот этой формальной документацией. Понимаете, вот как научиться нам поспевать, как научиться, чтобы законодательные наши акты, законы успевали и реагировали за динамично развивающимся нашим городом, вот частности, Владивостоком. Ведь молодцы, вот, например, городская власть во главе с Игорем Сергеевичем Пушкаревым, они приняли решение, это не простое решение, а в новом генеральном плане. Сегодня идет, я знаю, обсуждение, это большие деньги, на самом деле, это очень большие деньги, но без этого, без этих затрат. Понимаете, представляете, вот только принят генеральный план и принимается мужественное решение о том, что да, его надо корректировать, потому что иначе городу не развиваться, иначе не решить проблему малоэтажного строительства. Другое дело, почему у нас нет возможности, скажем, ну да, генеральный план не принят, но, возможно, должно быть какое-то мужественное решение о том, что да, предположим, вот в этой территории заброшенной, которая не соответствует зонированию малоэтажного строительства, строить. А в дальнейшем, скажем, уже генеральный план подрабатывает под это. Ну, это, конечно же, это вопросы прокуратуры, суды, все прочее. И, конечно, чиновник боится это делать, это понятно. Хотя, наверное, власть в силу повлиять на этот вопрос, чтобы генеральный план корректировался и какие-то трендовые наработки, особенно касающиеся государственных доктрин, они прорабатывались вперед. И генеральный план уже их как бы поглощал, уже шел, может быть, следом не успевая, но тем не менее заканчивал эти работы. Ну, то есть это обеспечило законную базу этой работы. Вот как это сделать, это я не знаю, это сложно. Вы в своем ответе затронули, на мой взгляд, две очень важные темы. Первая – это доступность жилья, а вторая – это развитие Владивостока, строительное развитие Владивостока. Владивосток строится, он растет. Мы сначала с вами поговорим, наверное, все-таки о доступном жилье, о доступности жилья. Как на Дальнем Востоке, так и в Приморье, во Владивостоке. Не секрет, что Владивосток лидирует по стоимости за квадратный метр на жилье. А в свою очередь, в своем послании Владимир Путин говорил о том, что необходимо разработать новую программу, это доступное жилье для жителей России. И то, что именно это должно являться ключевым фактором того, чтобы повышать демографию в стране, рождаемость. Тем не менее, мы видим обратный результат. Цены как были высокими на жилье, так они и остаются. Как вы считаете, в чем проблема заключается? Почему на Дальнем Востоке и во Владивостоке не может упасть до приемлемой стоимости цена на квадратный метр жилищный? Ну, как? Это целый ряд моментов таких. Действительно, стоимость, когда мне интересно говорят, доступное жилье. Я говорю, что же недоступное? Ну, пойди, посмотри. Доступно – посмотреть. Посмотреть – доступно, а все остальное – это уже как бы недоступно. Конечно, говорить о каких-то идеальных ценах на жилье не приходится. Если возвратиться опять, я уж прошу прощения, в прошлое, когда люди просто стояли в очереди и ждали своего жилья, и проблема, и уже когда, так сказать, последние зубы выпали, они получали это жилье и не знали уже, зачем оно им нужно. Ну, так я смеюсь, конечно. Но, тем не менее, это было так, что 20-30 лет стоять в очереди – это, ну, как бы, такой нормальный закон. Сегодня, конечно же, люди живут по другим законам, люди живут по другим ощущениям, люди живут в интеграции с миром, и поэтому они видят, как там, как здесь, как у нас. Иногда, я считаю, что краски сгущаются, но не все так, и у нас-то плохо, иначе, так сказать, ну, не хочешь – не живи, иди переезжай, да? Вот, но живем же мы здесь, да? Значит, не все так плохо, и тем более в нашем регионе. У нас и город славный, и Владивосток, если говорить о Владивостоке, да, и край замечательный совершенно, потому что, когда ездишь, просто, ну, просто наслаждаешься красотами. Да, и люди вообще великолепные, женщины красивые. То есть это, ну, как бы, говорит о том, что, наверное, это тоже относится к качеству проживания нашего здесь, да? Вот, а что касается, если уже серьезно, что касается стоимости жилья и доступности этого жилья, ну, вот посмотрите, вот что происходит, да? Сегодня мы проводили общественным советом, проводили где-то, по-моему, в марте месяце, такой открытый был заседание, открытое заседание общественного совета. И на нем собрали, там, ну, на девятом, по-моему, этаже были, в большом арте, в таком зале, в заседании администрации края. То есть довольно плотно забили зал, где-то около 70 человек было. Это были высочайшие уровни специалисты и, главное, руководители строительной отрасли и предприятий застройщиков. И, среди прочего, я вот, бумажку, вот, можно было в экране показать, я просто вот ее не взял, у меня даже вот где-то я график просто что-то нашел. Здесь, да? Да, вот, папочки можно, да. Вот, мы... Так, секундочку, я сейчас... А, ничего, это же допускается наше? Да, конечно, допускается. В нашем общении уже... А, это не надо, вот, я просто... И мы опросили, мы обсуждали, главную проблему мы обсуждали, это проблема, почему так дорого? Почему так дорого? Почему жилье у нас в Приморском крае стоит так дорого? И разбили на целый ряд, ну, просто вот, разработал, ну, я сам разработал анкету, вот, и, ну, как бы так сказать, пытался по ранжиру построить, что во-первых, что во-вторых, что в-третьих. Какие факторы наиболее актуальны с точки зрения стоимости вот жилья у нас в регионе? Это были вопросы тарифов, все мы знаем, что технологии на тарифы, на технологические подключения, это достаточно дорого. То есть, фактически, еще здание не построено, еще даже, по сути, проект только начинается, а уже давай деньги неси за то, чтобы тебя в будущем подключили к сети. Будь то водопровод, и будь то электричество, и там тепло, и так далее. Вот. Будь то бюрократические, так называемые, барьеры. Ну, мы сейчас много говорим, и ОСИ занимается, и Агентство Трудничества, и Минсель занимается сейчас разработкой дорожных карт по снижению вот этого пути от заявки до уже строительства, разрешения, разрешения, получения разрешения на строительство. То есть, это объективные, субъективные, но такие вот барьеры, скажем, я не имею, там, зябки какие-то, это ерунда, все. А именно, вот та система, которая сложилась, она же механизм такой медленный. Это и стоимость земли, как таковое. Ну, в правой стоимости нет, но у нас есть вопросы аукционов, опять же, дефицита земли под определенные объекты строительства, связанные с генеральным планом, то, о чем мы с вами говорили. Это и строительство неплощадочных сетей, это и стоимость прохождения экспертизы, и стоимость строительных материалов, механизмов, которые повышаются. Ну, тут порядка 11 позиций разных. И кто лидирует? А, вот, не скажу. То есть, вот эти позиции, они, в свою очередь, были разбиты. Вот, как вы считаете, ну, каждый вопрос был отдельно, был задан, и дальше позиция была, существенно влияет, 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 но не существенно, не влияет, ну, и там, трудно сказать, да? Вот такие. Вот знаете, что, во-первых, оказалось? Вот что самые грамотные, самые грамотные у нас, я сказал, самые, ну, скажем, самые информированные строители и застройщики, которые каждый день лавятся в этом котле, когда мы спросили, ну, что же, по вашему мнению, влияет на стоимость строительства, во-первых? Они говорят, да все влияет. Но все-таки, больше всего влияют, значит, тарифы на технологические подключения. Откуда это идет? Это идет все-таки, это федеральный ресурс. Понимаете, вот, когда, чтобы построить, скажем, девятиэтажный дом, неважно, социальный, там, или богатый дом, там, неважно какой, вы должны сначала заплатить миллионов 30-40, просто отдать деньги, а потом строить, потом построить то, что было подключено, а потом сдать же им в эксплуатацию, только потом, после этого, тем, кому мы заплатили, должны, скажем, получать, значит, сборы по, естественно, эксплуатации за электроэнергию, предположим, и, скажем так, жить дальше. То есть, получается, такая... Я не хочу обсуждать эту проблему с точки зрения политики какой-то, но само по себе развитие одной отрасли за счет граждан, наших же граждан, я считаю, вот, что это происходит. Естественно, это существенно влияет на стоимость, понимаете? Строитель что делает, застройщик? Да он вкладывает в цену. Квадратного метра это все, это откровенно говорится, это не я говорю, это вот, говорят, вот, вот эти цифры. 85% опрошенных сказали, что существенно влияет. Вот, да, вот, существенно влияет. На втором месте это бюрокритический проект, 79%. На третьем это стоимость земли, 73%. Почему такая ситуация? Вот, понимаете, вот, интересная штука. Я как-то, я вот иногда это уже говорил, мне нравится очень этот пример. Вот, взять, например, нашу с вами любимую Великобританию. Там примерно, чуть-чуть она больше по территории, там, у нее, по отношению, прям, сколько я, на самом, 165, у них там 200, там, с небольшим, таких самых, тысяч квадратных километров. И там проживает 69,5 миллиона человек. У нас и двух не добирается. Примерно на одной территории. Там 70 миллионов, здесь, скажем, 2 миллиона, да, вроде бы. Там 4,5 всего населения живет в частных, малоэтажных домах, включая тот же Лондон и все прочие. Вот эти вот блокированные дома, там, частные дома, это когда имеешь вход с улицы в свою, в свою уже, в свою, в свою апартаментную, да, то есть ты уже, как бы, так сказать, считается, ну, отдельно. Это и блокированные дома, так называемые, там, хаосы, как у нас, как у нас что-то называется, это и отдельные дома и так далее. Они помещаются каким-то чудом. У нас сегодня, не секрет, что у нас в Владивостоке строятся 40-этажные дома, 42-этажный дом строится в частности, 18-этажный, в Арсеньево 18-этажный дом планируем строить. Почему? Почему, когда у нас населения нет, мы строим, мы лезем вверх. Когда понимаем, что это дорого, изначально это дешевле не может быть, люди потом будут вынуждены жить в этих домах при эксплуатации, что они будут дороже, это ясно, что они будут дороже. Почему? Зачем? Управлять теплом, электроэнергией в большом доме все равно потери будут, все равно сложнее, да, мы идем каким-то своим совершенно замечательным путем. Идем совершенно путем таким, который уже давно поняли, что если мы хотим быть богатым, нельзя этим путем идти, мы идем. Да, очень просто все. У нас изобрели аукционы, да, на землю. Важная вещь, конечно, чтобы отсеять кого-то там и что-то сделать. Но в результате этих аукционов шарахаются, как, не знаю, так самое, как вы говорите, по-дальше, да, боятся? Ну, потому что это деньги, потому что это, опять же, ложится на квадратный метр. Идут каким путем зачастую? Ищут, предположим, несколько, ищутся участки, которые находятся уже в собственности. Тогда аукцион не действует, тогда можно просто купить этот участок. Зная это, естественно, вздувается цена у собственной грязи, необоснованно. Сегодня участок Оладьево-Остоке стоит дороже в Маяне. Ну, извините, ну, это же абсурд. Почему? Ну, потому что сегодня застройщик, особенно тот застройщик, который уже достраивает предыдущий дом, он его должен сдать, он его еще должен содержать, пока он будет окончательно заселен людьми. Иначе там просто, ну, суды пойдут. Он платит деньги еще за это, за его содержание после строительства. Это тоже накладывается. А куда вы думаете? Да в цену квадратного метра. Правильно же, да? И, соответственно, он вынужден, первое, искать срочно участок, покупать другой, чтобы квалифицированные рабочие кадры, механизмы, все это не проставило, иначе-то еще больше цена идет. Вот он покупает эту землю, дорого уже, думает, бог с ним, и начинает строить следующий дом. И думает при этом, ну, хорошо, разумно построить, ну, скажем, среднеэтажный дом. Он комфортнее, он удобнее, с террасами, с озеленением и так далее. Но он представляет себе простую вещь, что, боже мой, я сейчас построил 200 квартир, а многоэтажный это 400 квартир будет. Что думаете, он гонится за прибылью какой-то там сверхъестественной? Да нет, он обеспечивает сохранность своего предприятия, потому что он знает, он заплатил уже за это, сейчас он заплатил за технологические подключения, ему надо получить хоть что-то, чтобы не разориться. И в результате у нас появляются дома, вместо пяти этажей, шести, да, появляются уже 18 и выше. Вот механизм закручен, а цена, как вы думаете, она связана с этим на квадратный метр? Связана. Почему и доктрина государства, еще раз подчеркиваю, и столько усилий, скажем, краеводной администрации, да и городской тоже, прилагается, потому что снизить этажное строительство. Снизить этажное строительство. Дать возможность гражданам самим решать, сколько у них температура будет в доме, да, в квартире. Сделать дома менее материалоемкими. Применять те материалы, которые, ну, и те технологии, которые не требуют каких-то энергоресурсов колоссальных. То есть к этому надо подходить. Но если вот мы не снимем вот эти вот основные позиции, вот эти позиции, сделать этого невозможно. Тут много чего, вот люди много отвечали. Но базовые, вот видите, вот у нас идет, вот влияет существенно. Дальше пошло уже снижение этих позиций и так далее. То есть мы анализируем, и общественный совет поднимает этот вопрос. И, ну, я считаю, что это одно из важных моментов, поднимать проблему. И следующая работа общественного совета уже должна эти проблемы, ну, ставить в разрезе, может быть, инициатив каких-то для последующей работы законодательных органов и исполнительной власти. Но, например, снижение цен на тарифы, если говорить об этом, то могут же быть те люди, которым просто невыгодно делать стоимость ниже, чем она есть. Они не будут никогда это делать, поэтому и цена большая. Если тарифы высокие, значит, они поглотят себе стоимость квадратного метра. То есть квадратный метр учтет этот тариф высокий. Значит, цена квадратного метра будет высокая. А как вы считаете, это какая-то недоработка в законодательстве? Почему, в принципе, действует вот эта система, что застройщик, он должен сам это все провести к себе, технические условия, он себе должен их сам обеспечить. А потом он же их, получается, он же их строит, и он же потом сдает их обратно в муниципальное пользование. Он подписывает акт о дарении, да, получается, если я правильно говорю? Ну, я не знаю, что он насчет передачи, акт передачи. Разве это справедливо? Вот почему так происходит? Почему он же сам вложил деньги? Я считаю, что это с точки зрения, вот как мы рассуждаем, абстрагируясь от, может быть, общегосударственных проблем. Конечно, это несправедливо. Мне трудно там рассуждать на более высоком уровне. Понятно, что, если говорить о развитии, ну, скажем, всей строительной отрасли и, ну, скажем, зарпетической составляющей государства, да, что, может, он нуждается в таком подходе, в увеличении тарифов. Наверное, я не думаю, что это какое-то идет, ну, скажем, вредительство. Но просто иной раз пересмотреть эти позиции, конечно, конечно же, это нужно. И каждый раз это надо мониторить. Если мы хотим, чтобы снижалась проблема, вот, острота проблемы жилищной, то, ну, то мы должны об этом задуматься, государство должно об этом задуматься. Не в силах это регион сам решить. Когда я говорю о снижении стоимости квадратного метра, мы говорим о этих вопросах, которые, ну, сам регион не способен это решить. Но это не значит, что нет возможности их снижению стоимости жилища. Ну, здесь вот в этом опросе, например, вот эти специалисты, такой вот, опрос экспертов же все-таки, они сказали, что, ну, вопрос только там был. Ну, хорошо, если будут сняты, вот вы указали на некие факторы, которые перечислили, да. Если эти факторы будут сняты с повестки дня, ну, то есть решится вопрос. И большинство опрошенных сказали, что, вот тут такая гистограмма, говорят о том, что вот на порядка до 30-40% снизится стоимость строительства. Ну, это уже неплохо, да, уже неплохо. То есть вот эти факторы. Ну, и плюс, я считаю, что это земля, тарифы, земля и, скажем, бюрократические такие вот, скажем, вот сложившиеся бюрократические вот эти барьеры бюрократические, они, конечно, существенно влияют на стоимость, на стоимость квадратного метра. В этом есть хороший большой резерв. Другой резерв, это, конечно, просто уход в другие сферы, в другие технологии. Ведь, посмотрите, вот как-то мы не так давно рассуждали о строительстве малоэтажного такого комплекса, ну, неважно где, да, скажем так, и в Приморском крае у нас. И мы коснулись вопроса, что там необходимо обеспечить водой этот участок, эту территорию. Для этого нужно провести трубу диаметром там 130, диаметром 35, и стоимость общая работа там за 200 миллионов с лишним. Ну, естественно, все встали в такой тупик, что, ну, как же так, если только труба стоит 300, больше 200 миллионов, то как же все остальное? Не только труба, это еще дороги, это еще будут, ну, только, то есть, надо ее отвезти еще, да, водоотведение сделать, еще тепло, еще электричество. И мы упираемся в такую проблему, что это жилье, ну, никак, а там малоэтажное жилье, ну, никак оно дешевое не получится. Ну, хоть там сделан из материала для домика тыквы, да, но все равно оно будет дорогое. Что, как выходить из этого? Ну, и вот сразу проводится аналогия, когда мы анализируем и смотрим там зарубежную практику строительства, да, там, скажем. Вот я представляю себе, значит, вот эта вот Америка, которая расселена, в основном, рассредоточена, и не секрет, что официальные данные говорят, что 94% всего населения живет в малоэтажных домах, то есть одно-двухэтажных, 94% всего населения Соединенных Штатов. В Канаде где-то 79 или 78, ну, большие лица. Ну, примерно тоже картина такая, да, все живут раз... И представляете, вот небольшие расследования, сплошные деревни. Америка – это большая такая деревня, рассредоточенные какие-то поселения, да, и вот я представляю сразу всю эту Америку, просто заплетенную вот этими трубами. Вот вокруг дорог, над дорогами эти трубы идут страшные, да, там, где они поднимаются компенсаторами, спускаются, мы проезжаем под ними, красивая картина, да. Вот если бы они пошли, вот не пошли они таким путем, если бы пошли, они бы давно уже разорились и не представляли бы для нас интереса. Мы еще как-то живы, а вот если бы они пошли этим же путем, которыми мы идем, они бы точно уже давно разорились, но не делают никто так. Но надо хотя бы попытаться разумный мировой опыт, который есть, изучить и начинать его уже применять. Но наряду с централизованной системой существуют децентрализованные системы, локальные системы. Они, конечно, нуждаются в анализе того, насколько эти поселения должны какой-то емкости быть, какой этажности дома, сколько должно быть семей проживать, какие группы домов. Это все есть, это все надо просто изучить, принимать, не бояться это делать. А сегодня, если мы будем идти таким же путем, то не решим эту задачу, не решим. Но главная задача, а это опять, вы знаете, как ни странно, упирается в генеральный план, да. То есть, значит, нам надо на генеральный план делать более лояльным. К расселению людей, надо делать его более лояльным. Дать возможность, законодательно дать возможность людям, законодательно, законно, дать возможность расселяться равномерно по территории, а не усиливать эти коммертивные функции в центре города, ну, к центру все. Вот, кстати говоря, в Волгограде в прошлом году проходило общее собрание Академии наук Российской Федерации, Академии архитектуры средних наук, естественно. И там базовый вопрос был лозунгом главным. Это развитие малых и средних городов. Пора на них обращать внимание. И вот эти системы, вот эти проблемы локальных систем, не централизованных систем, это как раз то, что нужно сегодня делать. Надо изучать, надо смотреть, потому что они позволят нам снижать стоимость одного квадратного метра существенно. Об этом не говорилось на заседании, но мне кажется, это тот как раз путь, когда мы реально сможем снижить стоимость. Реально можем снизить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступным. Ну вот, ну и мне кажется, что с точки зрения доступности, это важный момент, я уже немножко сказал об этом, это, конечно же, новые технологии. Это, конечно, новые направления строительных материалов. Они связаны и с экологией, они связаны и с энергосбережением. Это очень важные, очень важные вопросы. Поэтому здесь очень надо много работать. К сожалению, на рынок сегодня выплескивается все подряд. Ну, очень много материалов, и человеку достаточно сложно разобраться. Нередко бывает, что человек не успел построить, он уже валится все. Или фонит, или еще что-то. Но это же все-таки люди строят профессиональные. Люди-то строят профессиональные, вы знаете, но когда, что там греха таить? Когда мы видим, что материал дешевле, и что это можно закрыть вопрос. Конечно же, все люди есть люди, и поэтому сегодня вот это новое красивое помещение или здание, а завтра оно превращается в труху или нуждается в капитальном ремонте. Конечно, вопросы долговечности, вопросы капитальности, вопросы безопасности, они должны сегодня как никогда стоять на первом месте. В этом плане без, я уж прошу прощения, вроде как реклама получается, но это не реклама на самом деле, это призыв, скорее всего. Без научного подхода, без специалистов, которые могли бы дать профессионально-экспертную оценку качества применяемых материалов, использования этих материалов, невозможно. Но сегодня время науки, сегодня время инноваций, время, скажем, взвешенных решений, потому что маленький вектор в сторону приводит к серьезным, ну, нарушению правильного вектора, приводит к серьезным капитальным затратам. Лучше потратиться на корректировку вектора, но потом эти затраты будут более эффективны. Это очень важный вопрос. И если честно, есть еще один такой вопрос, который, ну, вот то, что вы говорите, он, особенно, может, для Владивостока, он очень важен, это, конечно же, капитальный ремонт. Вот где-то в 60-х годах, видите, как мы сегодня, я сам даже не ожидал, я не планировал какие-то специальные, потому что мы как-то возвращаемся туда, да, потому что там много было и хорошего, и плохого, хотя не склонен идеализировать там все вопросы. Но, тем не менее, где-то в 60-х годах мы вышли на первое место по объемам жилищного строительства в мире, на тысячу жителей. Это так называемые хрущевки, которые мы там любим криптовать, которые сегодня уже простояли 60 лет или 50, да, они уже, ну, понятно, ветхие, неинтересные, и маленькие кухни, и совмещенные санузлы, и проходные комнаты, ну, и так далее, что там говорить, некачественные люди. Но тогда это был выход из положения, и тогда позволило многим людям получить собственную квартиру. Это был шок во всем мире. Как мне, вот, я читал, так сказать, анализировал публикации, это была демонстрация такая мощная социалистического строя тогда, и действительно, все, это был какой-то шок такой, почему так? Вот. И бог с ним, с тем временем. Что происходит сегодня? Мы построили в какой-то момент очень много в стране, моментально, быстро. Но как вы думаете, что происходит сейчас? Сегодня происходит так же одновременно, этот жилой фонд весь так же одновременно приходит в ветхое состояние. Или хотя бы, может быть, даже не ветхое, не всегда ветхое, но в состояние того, когда нужно вкладывать серьезные деньги в капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию, реновацию этих помещений. То есть, этих зданий, этих сооружений, жилья, по сути дела. Представляете, как я говорю, ну, вот, президент Путин уже об этом, ну, так много говорит, что это триллионы рублей. Ну, так что ты подсказываешь, что к 2017 году Приморье не успеет решить этот вопрос, как в своем послании-то озвучиваю? Знаете, я что хочу сказать? Вот как вы думаете, Соединенные Штаты, они решили свою жилищную проблему? Вот там, ну, жилья на, скажем, на одного человека приходится порядка, по-моему, около 40 квадратных метров жилья. Вот, 40 квадратных метров жилой площади на одного человека. Они решили проблему жилья? А все люди могут себе позволить купить это жилье, эти 40 квадратных метров? Так вот, значит, проблема жилья не в том, чтобы строить, да? У них, во всяком случае. Мы же тоже можем прогнозировать эту ситуацию у нас. Ведь проблема жилища для человека, как проблема, да? То есть, шутка, проблема, да? Это препятствие к достижению чего-либо, да? Она же не сводится просто к строительству. Когда мне рассказывают, что, вы знаете, мы определили, сколько нужно построить элитного жилья. Это смешно. Зачем это думать об этом? Есть проблема. И зачем вообще начинать строить элитного жилья? А может, вообще не надо строить? Знаете, вот можно я так парадоксально скажу, но вообще не надо строить? Вот, понимаете, вот в Соединенных Штатах, ну и в других странах человек не привязался к этим Соединенным Штатам, да? У них построено много, по-моему, если не ошибаюсь, да даже во Франции, а в Германии порядка тоже 40, около 40 метров квадратных на человека уже. Как бы средняя площадь квартиры составляет, по-моему, в Германии, по-моему, 95 квадратных. Ну что, мало, что ли? Ну, маленькая квартира, что ли? Нормальная квартира, да? Значит, люди живут уже более-менее, там, прилично. Это у нас с вами жилищный фонд состоит на 60% все одно двухкомнатных квартир. Будто мы все одиночки, ну или вдвоем живем, престарелые. Да ни детей, там, ни внуков, никого нет, да? Так получается. Нет, значит, дело в другом чем-то. Дело в другом. Значит, проблема не в том, чтобы строить, а в том, что у людей не было проблем. Вот, например, в США порядка 100 организаций, которые, общественные, парообщественные, которые занимаются мониторингом состояния жилищных проблем. Потому что государство очень поддерживает, потому что понимает, как только происходит социальное напряжение, оно в первую очередь касается жилья. В жилье это первое напряжение. Потом будет дороже, лучше закрывать. Поэтому они, в частности, поддерживают, ну, как бы, так сказать, вот эти вот пара, скажем, вот эти общественные организации. В чем их задача? Зачастую определяется, в таком-то штате, скажем, семья, которая имеет доход, скажем, полицейский, там, ну, не знаю, социальный работник, они с утра до вечера работают. И оказывается, у них по доходу, они тратят на квартиру, там, 35% всего своего дохода. Ну, они живут в обычном жилье, там, социальные, но стандарты установлены. Что делает в таком случае государство? А что, дают им новую квартиру? Да что же, сейчас будет строить им, что ли? Да нет, конечно. Она просто начинает, а у них, положено, по штатам разное, разное, ну, скажем, 30% норматив должен быть. Они тут же доплачивают эти 5%, просто несут деньги. Просто несут деньги, они строят. Это связано со стройкой? Да нет. Это связано просто с решением жилищной проблемы. Поэтому решение жилищной проблемы, это не всегда строительство. Это, прежде всего, понимание этой жилищной проблемы. Вот самая главная задача нашего общественного совета, это внедрить в голову чиновников, что жилищная проблема, это не только стройка. Вообще жилищная проблема, это феномен, который из нескольких таких феноменов складывается. Под феноменов, что ли. Это, я бы, можно это скажу? Ну, конечно. Может, так или иначе, это, все-таки, это, есть люди такие, как бездомные, которые наши граждане, которые все равно надо расселять. Какое-то жилье, но нормальное, нормальное государство, нормальное, они будут своих граждан все равно будут оберегать, любить, как может, и там, скажем, беспокоиться о них. То есть, эта проблема есть. Бездомные люди, да? Значит, надо их расселять. Это проблема ветхого жилья. Есть проблема. Это же проблема. Это значит, эту проблему надо как-то решать. На этих людей есть ветхое, опасное жилье до проживания, не приспособленное для жизни. У нас масса людей живут в таких жильях. Значит, этих людей надо вынимать, будут расселять или строить для них, или просто переселять куда-то в какой-то фонд. Но эту проблему надо решать. У нас есть вот такая вот категория людей, которые, вот как я уже сказал, которые работают с утра до ночи, но они работают на государство, они работают, у них низкие зарплаты, они не могут себе обеспечить улучшение жилищных условий. Таким надо помогать. Надо. Это государственная задача. Людей своих, ну, как бы, в этом смысле помогать им решить проблему. Как? С помощью бесплатного прицеления земельных участков. Или еще. Это вот все наши законодательные инициативы, вот губернаторы, в частности, вот по молодым семьям и по всеми с двумя детьми, это часть этой проблемы, на самом деле. Наконец, есть и другие, есть и другой феномен, такой, как, вот как я уже сказал, знаете, когда в однокомнатной квартире у нас фонд весь стоит, знакомых другом, значит, часто бывает, что на комнатах живут 3, 4, 5, 6 человек. Ну, как может в условиях перенаселенности общество быть, ну, скажем, эффективно работать человеком? Да не может он. Не учиться не может, не работать не может, не нормально, да, не общаться с людьми. То есть отсюда тягостная напряженность и на улице, и на работе, и не учиться, и не интересно ничего. В результате появляется, что, по-моему, кто-то в Европе, не помню, проводили исследование, что как только многоэтажная застройка вот с такими плотными малоэтажными данными, там преступность, туда не ходите. А вот где средняя малоэтажная застройка, там нет такой преступности, в разы уменьшается. Все связано, все в этом мире очень связано. Поэтому это вот достаточно серьезно. А вы говорите, ах, там решим проблему, не решим. А как это учесть, да? Значит, надо еще расселить тех, нужно вот подумать об этих, нужно понимать проблему вот в этом, феномен, например, перенаселенности и переуплотненности. Вот четыре феномена проблемы жилищные. Она существует везде во всем мире. Как в Зимбабве, так и в самое, я не знаю, в самое высокообеспеченное Марокко. Я не знаю, где там там. То есть это все одно и то же. Вы озвучили основные проблемы того, почему жилье не может стать доступным. Вообще, какие проблемы у нас есть жильем как в Крае, так, наверное, и в России. Но вот такая интересная вещь. Я разговаривала с представителями малого и среднего бизнеса строители. И они говорят о том, что дайте нам землю, дайте нам нормальные условия. Мы сделаем социально доступное жилье, малоэтажные, кварталы. Различные представители строительных компаний мы сейчас не будем... Ну, нет, я не имею в виду. То есть строители, застройщики. Да, именно застройщики. В то же самое время возникает такая ситуация. Вот просто как пример, Патрокол. Получается, фонд РЖС, он провел аукцион, построили дома, да, они красивые, да, туда люди приезжают фотографироваться. Но кто из наших граждан сможет позволить себе вот такое вот жилье? Пусть оно, да, малоэтажное, но там цены, они намного больше, чем 40 тысяч там за квадратный метр. Вот почему так происходит? Вот, казалось бы. Ну, все то же самое. РЖС, скажем, скажем так, взял в оборот, скажем, земли, которые не находились в активном, скажем, обороте, да, пользовании. Вот. Назначил определенную аренду, передал это застройщику. Достаточно большие территории, там, больше 100 гектаров. Скажем, застройщик сделал проект. Вот. Папция, вернее, цена, естественно, земли она что-то стоит, да, естественно, сроки продолжаются. Ну, как оно может быть дешевле? Оно не может быть. Это вот тот механизм, который я вам рассказывал. Он включился, и он, ну, как бы, движется. И оно не может быть при таких условиях земля, за землю же застройщик, насколько я понимаю. Но я могу чего-то не знать, так сказать, я не, скажем так, не сотрудник, там, Дальспидстроя, да? Дальспидстроя. Дальспидстроя. Но, как бы, так сказать, я понимаю так, что Дальспидстрой добросовестно платит налоги, добросовестно платит за аренду участка, и, соответственно, это накладывается на бешеный квадратный метр. Не секрет, что, насколько я знаю, цена была вдвое выше в начале, чем сейчас на этих вот пятиэтажных, вот, считается, малоэтажных застройок. Сейчас она снижена, но и то особо желающих нет. Там много моментов есть. Это и все-таки место, где они построены, и, ну, красиво, конечно, иногда, но не более того, да? И есть проблемы с ценами. Я не хочу о них просто говорить, понятно. Это их, это проблема, как бы, так сказать, может быть, не моего, так сказать, вот обсуждения или осуждения. Но то, что включился вот тот механизм, о котором мы с вами вот говорили до этого, он объективен, он есть. Когда мы говорим о том, что можно ли снижать или не снижать, то вообще, вот, я хотел бы сказать, есть вот раз такая возможность, про строителей наших, про застройщиков. Это вообще, ну, на самом деле, наверное, труд тяжелый, надо сказать. Это просто тяжкий труд. Это накаждение постоянно в стрессе, что завтра это все закончится, а у тебя механизмы, у тебя высококвалифицированные рабочие, у тебя базы, у тебя материалы, и потерять это потом, это ты не воспри... И у тебя, на тебе висят их семьи, люди и так далее. Это колоссальный труд. И в то же время, я поражаюсь просто, я со многими беседуем, мы все время говорим о том, как снизить, как снизить стоимость. Мы приходим уже к моменту, что да, можно и до 20, и до 25 снижать, и до 30 доводить стоимость квадратного метра, не уменьшая качество, не, так сказать, понятно, это не... Речь не идет о золотых унитазах, о каких-то экстра-супер каких-то, это дело каждого уже, да. Но стены надежные, эти самые окна теплые, скажем, отопление, все, весь комплекс благоустроенного жилища, благоустроенного. По благоустроенным это не значит, что у одного, говорит, приходит, говорит, мне замечательно, мне нравится, другой говорит, да это некачественно. И можно говорить об этом бесконечно, это качественно или некачественно. То есть другое, то есть можно и строители вот эти вот замечательные совершенно, большинство вот просто соответственных гражданских позиций людей. Ну, если они добросовестные застройщики. Я вот архитектор, мне легко об этом говорить, потому что я не строитель. Ну, как... Я архе... Архитектор это главные настройки, раньше так переводилось. Но с точки зрения профессионала-строителя интересного, они все время приходят, они обсуждают, они смотрят, они ищут материалы, они покупают, рискуют линии, говорят, слушай, вот здесь вот можно, здесь можно довести до 20, не потому, чтобы сорвать маржу, а потому что позиция такая гражданская, да, надо искать пути. Это где-то в подкорке сидит у большинства строителей, это, ну, снизить стоимость строительства. Ну, так, наверное, если бы снизили стоимость, то и людей бы больше приобретало уже? Я думаю, что если, скажем, законодательство и власть, и градостроительный кодекс, образно говоря, и в план, соответственно, повернется в сторону вот этих вот инициатив со стороны профессионального сообщества строителей, ну, у нас жилье резко упадет в стоимости при хорошем качестве, при хорошем вполне уровне качества. Я уверен в этом, потому что у нас изначально вот этих вот, эти хапук, которые, а, там, вот они там завышают эту стоимость, на самом деле это так, да нет, практически такого нет или почти нет. Ну, все есть, везде все есть. Но, вот, если говорить о в целом массе, это гражданская позиция вот нашей строительной отрасли на высоком уровне находится. Хорошо, наше время подходит к концу. Вам большое спасибо за беседу, за то, что вы к нам пришли. Это было Prima Media Live. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...